МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Больше, чем профессия, 3 октября отмечают Международный день врача. Необычный эксперимент. Творческая лаборатория прошла в Саровском драматическом театре. Праздник живописи завершился Саровский ПНР-2022. Далее расскажем обо всем подробно. С 1 октября в России меняются правила ОСАГО. Теперь не надо сообщать о ДТП в страховую компанию, собирать данные очевидцев, писать заявление, чтобы получить результаты экспертизы. Для получения данных экспертизы, организованной страховщиком, надо будет лишь выбрать удобный канал связи. Информация по завершении всех процедур придет туда автоматически. Автовладельцам также больше не надо сообщать о смене госномера машины, если это произошло после оформления полиса. Страховщики смогут получать эти сведения самостоятельно. В то же время ранее автовладелец не должен был уведомлять страховую о смене собственника автомобиля. Теперь это надо делать в письменной форме. В октябре началось и тестирование сервиса по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении госуслуги «Авто». У водителей, которые загрузят права в приложении, появится QR-код, который они смогут предъявить сотруднику ГИБДД. Однако, пока система не обкатана, документ рекомендуют носить с собой. Врач больше, чем профессия. Это призвание, образ жизни и большая ответственность. Люди в белых халатах каждый день совершают подвиги ради того, чтобы сохранить самое ценное – здоровье и жизнь. Светлана Четырёва с детства хотела стать врачом, помогать людям. Никакой другой профессии она для себя не рассматривала. После окончания Мордовского государственного университета имени Огарёва прошла там ординатуру по терапии, дополнительную в Нижнем Новгороде, первичную специализацию по нефрологии. И почти 8 лет работает в первой поликлинике. Саров выбрала, потому что здесь по программе молодого специалиста выдавали жилье. Поэтому, естественно, меня это заинтересовало. Приехала сюда. В первой поликлинике Светлана работает сразу на нескольких направлениях. Она принимает пациентов и руководит отделением медицинской профилактики. Главная его задача – выявить факторы риска развития различных заболеваний, предотвратить их. Также отделение занимается вакцинацией и диспансеризацией, проводит школы здоровья. С таким объёмом работы Светлана и её коллеги блестяще справляются. Как говорит молодой врач, в медицину не приходят случайные люди. Главное, наверное, всё-таки вежливость, чуткость, понимание пациентов, готовность помочь в любое время суток, потому что профессия врача постоянно она с нами. Снимая халат, уходя с работы, работа остаётся всё равно с нами. И стрессоустойчивость обязательно, потому что приходится работать с большим количеством людей и сопереживать вместе с ними. 3 октября Светлана и её коллеги отмечают профессиональный праздник – День врача. Наша редакция поздравляет медиков, желает им счастья, здоровья, терпения и семейного благополучия. Учащиеся 8-11 классов смогут бесплатно освоить языки программирования на двухлетних курсах в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Начать обучение в этом учебном году смогут не менее 100 тысяч юных айтишников. В онлайн-формате проект доступен жителям всех регионов России. Записаться на курсы и получить ссылку на вступительные испытания можно на портале Госуслуг. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Заболеваемость COVID-19, как и другими ОРВИ, снижается вторую неделю подряд, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По её мнению, шестая волна коронавируса близка к завершению. За последние 10 дней количество ежедневно регистрируемых случаев COVID-19 в стране уменьшилось с 53,5 до 38 тысяч. Пациентов, которых пришлось отправлять в больницу за последнюю декаду, стало меньше почти в три раза. А по сравнению с пиком января-февраля уровень госпитализации составляет примерно 24%, пояснил эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв. При этом специалисты по-прежнему говорят о возможном новом всплеске зимой. 2 октября ушёл из жизни Анатолий Амельичев, ведущий научный сотрудник отделения 34 РФЦВНЕВ, председатель городской думы Сарова второго созыва. Прощание с Анатолием Тимофеевичем состоится 4 октября в 11.00 на городском кладбище. В 10.30 организован автобус от проходной здания 87. Выражаем соболезнования семье, друзьям, близким. В Саровском драматическом театре прошла творческая лаборатория Театра нации Театром атомных городов. В программе творческого интенсива мастер-классы по сценической речи и работе со световым оборудованием. А также открытая лекция для всех желающих, Театр для детей сегодня, форма и содержание. В выходные зрителям показали эскизы сразу трёх спектаклей. История молодого рака, который не пятится назад, как принято в его семье, а гордо идёт вперёд. Случай с Джованнино, попавшим в страну, в которой нет ничего острого. Разговор мышки и кошки на своём особом языке, который понятен только им. Сказки по телефону Джанни Радария ожили на сцене Саровского драматического театра. Из 60 произведений в эскизе творческой лаборатории саровским зрителям показали восемь. Я просто фанат Джанни Радария, потому что он сочетает в себе два качества, которые я люблю в детских спектаклях. То есть одновременно Джанни Радария, конечно же, по своей форме, по выдумкам, придумкам адресован детям. Но кроме этого, его философские размышления, они, конечно, найдут отклик и у взрослых тоже. Поэтому это был основной критерий, чтобы это нравилось семейной аудитории. Комичные, немного грустные, философские произведения для эскиза выбрали разнохарактерные. Розыгрыш эмоций таким показался спектакль одной юной зрительницы. После показа состоялся не менее удивительный и живой диалог. Задать вопрос или поделиться своими впечатлениями с режиссёром и актёрами мог любой желающий. Подняты на самом деле важные темы и для детей, и для взрослых. Взрослые вспомнили своё детство, но уже сквозь призму прожитых лет. А дети уходят отсюда с некоторыми вопросами, на которые они не получили ответы во время спектакля. И это будет иметь продолжение дома. Это здорово. Когда рождается ещё одна тема для какого-то разговора с ребёнком о важном. Вот с этими ощущениями мы уходим. Было очень, конечно, неожиданно, что у вас такие сознательные, ответственные, очень внимательные и очень мудрые зрители. Особенно вот эта, так сказать, наша основная целевая аудитория, да, это дети. Вот, это, конечно, было удивительно и приятно. Я знала, что современные дети очень, ну, такие развитые, общительные, но тут, конечно, меня не поразили, потому что действительно глубина их суждений прямо потрясала. Эскиз – результат работы Творческой лаборатории Театра нации под эгидой программы «Территория культуры Росатома». В этот раз она посвящена теме театра для детей. По итогу работы зрители увидели три эскиза. Я считаю, что очень хорошие итоги, потому что видно, как актёры включились, как они работали, как у них случилась цепка с режиссёром. Вот они прибегают к нам в кабинет и там задают ещё вопросы, ещё вопросы к режиссёру. А вот как так, как то, ну, просто видишь, что все заинтересованы, все в процессе, в работе. Помимо подготовки эскиза в Саровской драме прошли занятия по сценической речи под руководством актёра и преподавателя Данила Гнедо, а также мастер-классы для осветителей драм-театра и театра «Кукол Кузнечик» от художника по свету и начальника света цеха Центра драматургии и режиссуры Анны Коротковой. Минувшая неделя была насыщенной также и для художественной галереи. На её базе прошёл масштабный пленэр с участием художников из разных уголков России. В течение четырёх дней мастера писали в живописных местах нашего города. Результат их творчества в пятницу представили саровчанам. На подведение итогов саровского пленэра побывала и наша съёмочная группа. Праздник живописи и графики длился в нашем городе неделю. На протяжении четырёх дней художники из Москвы, Плёса, Нижнего Новгорода и Сарова воплощали в цвете красоту золотой саровской осени. Первый день был одним из самых сложных, признаётся Ольга Ватулина. Перед участниками пленэра стояла непростая задача – изобразить монастырские виды. Кто-то писал маслом, кто-то акварелью, и ни одна техника не была похожа на другую. Несмотря на то, что я, как говорится, в Саровине не новичок, но, тем не менее, где-то последние лет 5-6 у меня не было. И по приезде, безусловно, первый такой эмоциональный удар – это монастырская площадь. Безусловно, потому что раньше этого не было, проездная трасса была, и всё воспринималось совсем по-прогому. Так что первый день он действительно для меня был, этого пленэра, ошеломгающий. Тема второго дня пленэра была панорама Саровского монастыря. Каждый художник искал свой ракурс. Кому-то ради этого пришлось забраться в высокую траву, камыши или уйти на речной берег. Непогода стала мотивом и цветовым решением на полотне художника. Небо на некоторых работах было и хмурым, тяжёлым, а порой и едва осязаемым. Многих участников покорил четвёртый день. Его провели в Дивееве. Там было такое разнообразие погоды, и дождь, и солнце, и пасмур, и всё это тоже отражается на работах, которые мы пишем. В Дивееве тоже люди подходили, общались очень дружелюбно, рассказывали. Я впервые увидела вот эту преображённую набережную, и, конечно, тоже впечатление грандиозное. Площадка для творчества, знакомства, общения и обмена опытом «Саровский пленэр» проходит с 2006 года. Раз в два года в наш город приезжают художники из разных городов. Их свежий взгляд помогает местным жителям найти в красотах родного края что-то новое, недоступное привычному взгляду. Насколько я помню, ещё есть прекрасные места, до которых мы просто не доехали. Ну, всё объять невозможно. Но и всё равно я рад, что мы побывали, поработали. Художники разные. Этим как раз интересно, что художники разные. У нас сегодня сложнейшая задача, потому что нам нужно отобрать работы в наш фонд, которые войдут в золотой фонд нашей художественной коллекции. Поэтому поздравляем всех художников. Огромная благодарность. «Сарову» в очередной раз повезло, потому что эти работы будут участвовать в наших новых выставках. Итоги творческой работы художники представили для свободного просмотра в художественной галерее. Музыка – универсальный язык, который понятен всем. 1 октября ежегодно поздравляют тех, кто так или иначе соприкасается с музыкальным миром. Международный день музыки учреждён по инициативе Совета при ЮНЕСКО. Преподаватели детской школы искусства рассказали о своём творческом пути Светлане Яруновой. В доме Анастасии Кох всегда звучала музыка. Всё детство она наблюдала, как брат играет на гитаре. Именно тогда её очаровала гитарная мелодия. Осваивать азы музыкального мастерства Анастасия начала с пяти лет. Решила заниматься музыкой уже профессионально в классе в седьмом примерно. Решила, что я пойду уже по этой стезе. Чувствую себя очень органично. Очень люблю свой инструмент. Также на это повлиял мой преподаватель в музыкальной школе. Они у меня менялись периодически. И в какой-то момент моего обучения моим преподавателем стал Фёдоров Сергей Сергеевич. Он мне приоткрыл, если так можно сказать, такую музыкальную страницу джазовой музыки на гитаре. Такого блюза, буги-буги. И я загорелась. У Глеба Дементьева история похожа. Его старший брат тоже играл на гитаре. В музыкальную школу Глеба привели родители. Впоследствии Глеб настолько сроднился с гитарой, что решил продолжить музыкальный путь и связать свою жизнь с творчеством. Сейчас Глеб Дементьев передает свои умения молодому поколению юных гитаристов. Важным таким фактором выбора музыки в качестве профессии жизни стало увлечение рок-музыкой. То есть в классе восьмом я стал фанатом пламенем группы «Ладзепелин». И все свободное время снимал песни, играл соло, включал и чувствовал себя таким рок-музыкантом дома, сидя на диване. Главная цель преподавателей – привить детям любовь к музыке, научить понимать ее, а также воспитать качественных слушателей. Анастасия Кох делает это через интересы и предпочтения учащихся. Подбирает вместе с ними тот репертуар, который им бы хотелось сыграть. Если ребенок больше тяготеет к русскому руку, мы стараемся через это немножечко больше, потом уже расширять границы. Кому спокойная музыка, тем я стараюсь не выходить сильно за рамки их комфорта. Потому что потом, когда они уже чувствуют себя чуть более уверенно, мы уже начинаем быть более смелыми к экспериментам всяким. 16 октября в библиотеке имени Маяковского Анастасия Кох и Глеб Дементьев представят свою сольную гитарную программу. На концерт приглашаются все желающие, без взрослых ограничений. Троих пьяных водителей задержали на дорогах Сарова на прошлой неделе. Еще трое отказались от мета-свидетельствования. Кроме того, в городе произошло 7 ДТП, в трех из них пострадали люди. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Авария с пострадавшим случилась на Южном шоссе. Водитель КамАЗа двигался с поднятой стрелой манипулятора и наехал на опору тепловых сетей. Труба рухнула на ВАЗ, который как раз ехал по встречной полосе. В результате ДТП водитель легковушки молодой мужчины получил сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. Его госпитализировали. На 15-летнего подростка наехал неизвестный во дворе в зоне действия знака «Жилая зона». После ДТП водитель скрылся, а несовершеннолетний обратился в больницу. Там его осмотрел врач и отпустил домой. Водителя нашли. Им оказался мужчина 1976 года рождения. С его слов он двигался в жилой зоне, наехал на молодого парня, остановился, чтобы выйти из машины, но парень убежал. Водитель доехал до дома и там выпил около 250 граммов спиртного. Возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет, штраф 30 тысяч или административный арест до 15 суток. Еще одно ДТП с участием пешехода произошло в выходные. Водитель на Ладе наехал на молодого мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После осмотра пешеходы также отпустили домой. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.